Впервые в немецкой истории суд вынес высшую меру наказания за опасную езду. 28-летний Хамди Ха и 25-летний Марвин Энн, известные как рейсеры Скудамов, втрое превысили допустимую скорость на центральной улице Берлина и проигнорировали сигналы светофора. Водитель машины, в которую они влетели, погиб на месте аварии. Берлинский суд назвал это преднамеренным убийством. Решение стало сенсацией. Судья Ральфа Эштетт назвал его предупреждением тем, кто не находит иного способа реализовать свои амбиции, кроме рейсинга. «Мы имеем улицы, это наш стиль жизни!» – кричали рейсеры, записывающие на телефон видео своих предыдущих конок. Хамди Ха, кстати, до последнего гордился своей кличкой «транспортер». Неосторожность водителей или осознанное убийственное действие – вот ключевой вопрос процесса. «Прокуратура исходила из того, что в действительности обвиняемые договорились нелегально погонять, а именно проехать кудам на скорости 160-170 километров и игнорировать красный сигнал светофора. Прокуратура видит в этом умысел. Обвиняемые понимали, что такое поведение на дороге может быть убийственным». Жертвой гонщиков стал 69-летний пенсионер Вышицкий, мирно ждавший на светофоре. От удара Хамди Ха его машину перевернуло и отнесло на 72 метра. Сцена напоминала поле битвы, рассказывает очевидец. Осколки, летящая дверь автомобиля – чистая удача, что не ранила других прохожих. Сын погибшего пока не чувствует облегчения и не спешит называть решение суда, приравнять наезд на своего отца убийству торжеством справедливости. «Посмотрим». «Тот, кто едет по Таунсинштрассе или Кудаму на скорости 170, должен осознавать, что его средство передвижения является смертоносным. Суд исходил из того, что этот автомобиль представлял собой бомбу на колесах, нанесшую действительно колоссальный ущерб. Отец моего клиента был убит, и решение суда по этому вопросу абсолютно ясно». «Обвиняемые шокированы жестокостью приговора, хотя в зале суда они не впервые. Хамди Ха уже неоднократно привлекался за кражи нанесения физических повреждений. В активе Марвина М было 21 нарушение ПДД». «Перед вами сейчас чудовищно разъярённый адвокат. Я нахожу несостоятельным обоснование решения суда. Я это серьёзно заявляю. Если показательные инстанции так поступают, скоро мы действительно можем забыть о либеральном правовом государстве». «Такая постановка вопроса создала совершенно новый прецедент в немецкой правовой системе». «Можно быть уверенным, что представители защиты пойдут по головам и подадут апелляцию на это решение суда. Дело пойдёт в Верховный суд, и тогда посмотрим, как поступит четвёртая коллегия по уголовным делам, которая действует при Верховном суде». Защита Хамди Ха заказывала дополнительную психологическую экспертизу у швейцарского транспортного психолога, чтобы опровергнуть обвинение прокурора в том, что Хамди был осведомлён о смертельном риске. Заключение свидетельствует, что Хамди Ха считал, что держит ситуацию под контролем. «Ярость не является психическим заболеванием», заявил судья Эйштетт и счёл, что преступники отдавали отчёт происходящим. Судья отметил, что вина Марвина Н. несколько меньше, поскольку сначала он отказывался участвовать в гонке, а после проявил раскаяние. Но пожизненное заключение всё равно является единственным предписанным немецким законом наказанием за преднамеренное убийство. Поэтому меру пресечения для Марвина Н. он смягчить не мог.